Кажется, это был Хомингуэй, кто сказал. Он побывал в определенных частях Индии, посетил не те места, увидел определенных людей и, вернувшись, сказал, «Если вы плохо питаетесь, плохо одеты, если плохо живете, вы духовный человек». Как вам такое? Но в то же время еще один очень известный американец, которого до сих пор считают одним из самых острых умов, когда-либо произведенных Америкой, Марк Твен. Вы читали Марк Твена? Марк Твен приехал в Индию, потому что был невероятно очарован индийским мистицизмом. Он нашел хорошего проводника, с ним он посетил много мест, встретил много разных людей. Перед отъездом Марк Твен сказал, «Все, что когда-либо могло быть сделано человеком или Богом, было сделано на этой земле». И так происходило и то, и другое. Были и вершины, и самые ужасные глубины. Вопрос лишь в следующем. Вы собираетесь быть на вершине или на дне? Это индивидуальный выбор. Но когда вы решаете, что мне делать, куда я отправлюсь, он становится все более сложным и все более обманчивым. Если кто-то говорит вам, что ваш покойный отец находится в наивысшем раю, это очень приятно. Не так ли? А если кто-то говорит вам, «Ваша свекровь горит в аду»? Если кто-то говорит вам, что вы сами отправитесь прямиком на небеса, это еще более обнадеживает. Но неужели вы хотите находиться в таком детском состоянии ума? Неужели это все, чего вы ищете? Какой-нибудь идиот, который сам не знает, куда отправиться, будет говорить вам, куда отправитесь вы. Это все, чего вы ищете? Вот выбор, который вы должны сделать. «Я ищу утешение или решение?» Если вы ищете решение, это одно. Если вы ищете утешение, это совсем другое. Утешение — это просто дешевая психиатрия. Не волнуйся, все будет хорошо. Не волнуйся, все будет хорошо. Бог держит свои объятия открытыми специально для вас. Если вы умрете, попадете прямиком к нему в объятия. Если вы собираетесь оказаться прямо в объятиях Бога, не думаю, что это стоит откладывать на завтра. Нет? Не так ли? Если вы собираетесь очутиться в таком благословенном месте, вам не следует откладывать это ни на мгновение, ни на мгновение, это может быть приемлемым для кого-то другого. но не для вас, не так ли? Можно сказать так кому-нибудь другому, но не себе. Для себя это не сработает, не так ли? Да? Мы слишком долго полагались на то, что не работает для нас. во всем этом заблуждении мы потеряли то, что действительно важно для нас. Единственное, с чем вам нужно работать прямо сейчас — тело и ум. это единственное, что у вас есть. Нет? А как же моя душа? С ней нельзя работать. С душой никто никогда не работал. Вы можете использовать только тело и ум. Не так ли? Если вы превратите их в подходящий транспорт, тогда нечто, что находится за пределами, станет живой возможностью. не потому, что вы верите в это, не потому, что это написано в Великом Писании, не потому, что так сказал кто-то, кого вы считаете великим гуру. Просто потому, что вы нашли способ выйти за пределы ограничений тела и ума. Вот и все. Иначе это не может произойти. Я все делал по неправильным причинам, но я делал правильные вещи, тогда это работает. Я хочу, чтобы вы знали, что результат приносит не намерение, а природа действия. Не так ли? Да или нет? Пусть даже по неверным причинам, но если вы будете поступать правильно, с вами будут происходить правильные вещи. Так устроено существование. Что тут поделаешь? Вот почему хорошие люди всегда страдают. Люди, которые считают себя хорошими, всегда страдают, потому что у них замечательные намерения, но они совершают глупые действия, поэтому и страдают. представление о правильном и неправильном, хорошем и плохом — все это человеческая чепуха. Мироздание не крутится вокруг человека. вам всегда говорили. Многие религии мира говорили людям, вы созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому естественным образом то место, где вы живете, эта планета, становится самым настоящим центром Вселенной. Долгое время люди верили в это. Не так ли? Даже сейчас продолжают настаивать. Вы слышали об этом парне Копернике? Коперник был одним из первых, кто заявил. Земля не является центром Вселенной. Она не только не центр Вселенной, но даже и не центр Солнечной системы. И вскоре после этого он умер. И это неплохо. Это хорошо. Потому что со следующего человека, который произнес то же самое, хотели содрать кожу. А кожа очень сопротивлялась такому отношению. Поэтому было решено сжечь его заживо. Следующим значительным человеком, который произнес то же самое, был Галилей. Он сказал то же самое. Тогда они опять захотели содрать с него кожу. На это Галилей сказал нет-нет. Земля — это центр Вселенной и космоса. Мне-то что? Пусть будет, как вы говорите. Земля — это не только центр Солнечной системы, и не только центр Вселенной. Это самый центр космоса. Вообще-то, я и не знаю, что такое центр космоса. Вы хотите что-то услышать? Я хочу спасти свою шкуру. Вот и все. Сегодня наука доказала, что Земля определенно не является центром Солнечной системы. В масштабе Вселенной мы просто пылинки. Завтра утром, если наша планета вместе с нами исчезнет, если она испарится, никто не будет скучать по ней. Если вся Солнечная система испарится завтра утром, останется лишь маленькое пустое место. Никто даже не заметит. В существовании ничего не изменится. Да? Бог не придет, чтобы спасти вас. Просто и все. Это хорошо. Идея о том, что мы созданы по образу и подобию Божьему, сделала человека невероятно грубым. И он живет на этой планете безответственно, не заботясь ни о какой другой жизни на ней, просто потому, что верит, что создан по Божьему подобию. Если бы вы знали, что ваша жизнь настолько же значительна или настолько же незначительна, как и жизнь муравья, это так и есть. все эти возвышенные представления людей о самих себе, что мы созданы по образу Божьему, и Бог любит нас, это опасные идеи, которые сделали людей такими безразличными и невосприимчивыми к жизни вокруг себя. человек считает, что эта планета и Вселенная созданы для него. И никакая другая жизнь, кроме него самого, не имеет права на существование здесь. из-за такого представления люди просто потеряли всякий здравый смысл. Современная наука в некотором смысле очень безжалостна к вашему эго. Современная наука говорит вопрос изгусток ничего. Пульсирующий ватток. А завтра? Правда? Что бы вы о себе не думали? Вы дышите? Все здесь дышат. Нет ни одного йогина. Никто не может задержать дыхание и продолжать сидеть. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Если следующий вдох не случится, еще не ищи, вас больше не будет. Да или нет? Посмотрите, насколько хрупка эта жизнь. Дышите осторожно. Она может ускользнуть. Жизнь как воздушный шарик. Вдох, выдох, вдох, выдох, выдох. Следующий вдох не произойдет. вас уже нет. Жизнь такая хрупкая. И в то же время такая крепкая. Не так ли? Сколько всего может сделать человек? Но в то же время, насколько он хрупок? Вас убьет не то что слон. Это может сделать и чертов вирус. Ничего не зная о природе жизни, мы пытаемся как-то существовать. Вот и вся проблема. Как же существовать здесь? Как жить? Как сделать эту жизнь такой, чтобы она способствовала познанию, переживанию и проявлению более глубоких измерений в вашей жизни? Если вы хотите воспринять более глубокие измерения жизни для того, чтобы вы стали восприимчивыми, чтобы ум, тело и энергии стали восприимчивыми получению чего-то за пределами того, чем вы являетесь сейчас, прежде всего, они должны у вас слушаться. Они должны следовать вашим инструкциям. Если бы ваше тело, ум, энергии следовали вашим командам, вы бы, естественно, поддерживали их в максимально приятном состоянии. Да или нет? Определенно. Если вы будете постоянно поддерживать это приятное состояние, ваш интеллект расцветет до совершенно иного измерения восприятия, когда вы больше не проблема, когда вы больше не являетесь проблемой сами для себя, в мире миллион проблем, но вы не проблема для себя. Вы в порядке? Если вы становитесь такими, то вы становитесь восприимчивыми. Иогические системы всегда говорили о блаженстве, экстазе, анандии и других подобных состояниях, не потому, что блаженство само по себе является целью. Восприимчивость на самом высоком уровне появится только когда ваше переживание жизни будет приятным. Иначе, когда вы постоянно в смятении, когда вы являетесь проблемой сами по себе, вы не сможете быть восприимчивыми. Вы не сможете понять суть жизни такой, какая она есть. Вы сможете только бороться за выживание. Субтитры создавал DimaTorzok